Радио Свобода 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 что Бог на душу положит, и, наконец, задумываются, а они хулиган ли вы молодой человек? Дело не в том, как много ошибок мы делаем по обе стороны железного занавеса, а как быстро исправляем их. На Западе для этого удумали много механизмов. Количество обратных связей огромно. Вот маленький пример. Износилась ваша машина, и вы хотите ее продать или сдать в утиль. На продажу потратите много времени и сил, и выручите всего 5-10% стоимости новой машины. Пустяк. Однако, сдав ее в утиль, вы загрязните среду обитания металлоломом и лишите малоимущих людей возможности попользоваться вашей машиной еще 2-3 года. Умное государство решает так. Вы отдаете свою машину церкви или благотворительному обществу бесплатно, а за это получаете большую налоговую скидку. Что тут самое главное, продолжает Кашлев. Выручаете вы в итоге немного больше, чем если бы машину продали. Ключевое слово здесь немного. Если было бы много, то на этом бы давно сидел какой-нибудь жук-олигарх и употребил бы здравую идею в источник для покупки очередной яхты. Жуки на подобной схеме слетают со стаями и задача мудрого государства их от этого меда отгонять. В этой игре Запад знает, что у него в прикупе. А что в прикупе у России с Украиной? Казаки, пишущие письмо турецкому султану и ждущие уже не одну сотню лет ответа? Обмозгуйте это, уважаемый строитель Виктор Кушнерев, и отпишите нам ваши аргументы и факты. Так заканчивает свое письмо Михаил Кашлев. Не думаю, Михаил, что это удачная концовка. Люди не любят, когда к ним обращаются с такими призывами. И не откажется он от мнения, что социализм есть то, что нужно и России, и всему миру. Ни за что не откажется. Это ведь его вера, и вера новая. А новая вера имеет над человеком огромную власть, и когда она состарится, этого мы с вами можем и не дождаться. Несомненно одно. Есть люди, которых особенно больно задевает несовершенство мира. Такие есть везде и были всегда. Им так плохо пребывать не в раю, что они теряют вкус к жизни вообще. Глаза бы не смотрели на этот грешный мир. Если завтра начнут строить социализм, о котором ему мечтается, он, думаете, будет счастлив? Нет, он тут же заметит непорядок в организации строительства. Страшно огорчиться, что строят его не ангелы. И напишет мне, что я лицемер, поскольку прохожу мимо этого безобразия.